Ну что, доброе утро. Андрей, доброе утро. А я буду топить баню. Нашла себе занятие, припрягли меня. Нормально. Так, на самом деле сама вызвалась. Очень всегда любила в детстве разжигать костры. Вот. Так что буду вспоминать. Компромат. Воду и целовались друг с другом. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старшей принцессе как раз должно было исполнить за 12 лет. Но другим сёстрам... Мама и телефон. Это особое искусство. Чтобы Андрею было комфортно заниматься. А, чтобы нам не тень была. Я тебе тень специально сделал. Друзья, у нас много кто нам пишет, что магазин Wildberries не работает. У нас с магазином всё хорошо. Неправильно. Нестер Кэш. Что магазин Нестер Кэш не работает. Но он работает. Не работает, а Wildberries. 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 Вот. И работники Wildberries, собственно, проводят уже который день там работы, чтобы его восстановить. И они его восстановят. И они его восстановят очень скоро уже. Андрей, мне надо стричься. Да, да, обросла. Слышали? Слышали? Если я... Когда я подстригусь, это всё с его руки. Я сама как бы не... Я подстригусь. В машину. Да, вот. В машину. Да, подстригусь. Я согласна. Ха-ха-ха. Да, снимай. Что ты снимаешь? Кому ты это снимаешь? Поехали. Сюда ты, к утёсу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка, и положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце. О, знаешь твой текст? Мы с ним, значит, он мне сказал, давай там встретимся, там-там. Хорошо. Ну, я не знаю, как он, в принципе, выглядит. Мне гримеры сказали, вот у него там длинные волосы, длиннее, чем у тебя. Я думаю, ну, мне кажется, у всех длиннее, чем у меня волосы. И я захожу в кафе, и вот так сканирую глазами, и понимаю, что сидит. Это он. И он такой, Саша, и так Андрей, привет, всё. Очень новогод... Так. Опять Ксюхе звонит? Моцарт. Ксюша, а я тебе перезвоню. Ты что это был такое? А ничего, как... Кому ты звонил, давай, говори. Слушай, а зачем вот эти все условные... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Какая-ка старушка в косты. Ха-ха-ха-ха. Хорошая кошка, хорошая. То есть тебе нравится? Давай запишем Лайя? Давай. Ну а котика. Давай. 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 Молодец. Капюшончик. Что? На язык себе пошел. Хочешь я себе это сделаю? Ради тебя. А что мне ради тебя будет? Боль на языке. А что такое? Нет, я так сделаю ради тебя, а ты что будешь? Я поаплодирую. Давай сделаю. Серьезно? Открывай рот. Представьте, это освежитель. Очень горько, очень горько. Друзья, привет. Мы посчитали необходимым провести в Москве концерт. На 120-150 человек также будет прямая трансляция, чтобы те, кто не смог прийти на концерт, посмотрели, насладились. Это будет особенный лирический, можно сказать, минорный концерт. Ну, можно сказать, ладно. Поехали. Поехали. Редактор субтитров Н.Лосева Какие они классные. Давай возьмем. Ах, зайки, зайки, зайки. Редактор субтитров А.Семкин. Очень красиво, ребята, очень красиво. Какие кладки polskие, да? Так, ребята, вы берёте опять? Нет, ты не девчонка. ...а не тогда, когда надо. Хорошо, хорошо. Чем? Да, прям, можно ему хвостик поставить, его же. На другую дорожку. Да, а на другую дорожку... Кстати, это, господи, ещё смогу. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Мы с тобой две половинки снов, что создали сказку про любовь, Растворились в глубине ночей... Привет, друзья! Мы поздравляем вас с Днём Святого Валентина! Мы желаем вам найти... Таких же половинок... Как Агапа Фомиронова. А ещё сегодня День друзей в Финляндии, поэтому мы желаем найти таких же половинок двух друзей, как... Мы... Вот. Алина Ланинова, давайте... Я Александра Небитина, давайте снимать... Давайте... Давайте снимать всех... Всех... Я уже снял... Что ты от меня хочешь? Ну, чтобы снова детей... Хорошо... Стёп, страдаешь звёздной болезнью? Не дай бог... Ну, ладно... Адекватность наша, всё... Мой хороший, мой адекватный... Я? А я не слышу... Я не слышу... Если вдруг вы заметите, что я начинаю страдать такой хренью, ударьте меня сковородкой по беложде... Хорошо... Убил... Убил... Ха-ха-ха-ха... Всё... Какая-то старушка костная... Ха-ха-ха... Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Хо-ха-ха-ха-ха-ха-ха... Хо-ха-ха-ха-ха-ха-ха... Здрасте, тебе нравится? давай запишем ну а котик я увидела его поняла что партнер мой партнер и все как бы у меня разные были партнеры поэтому видимо у меня нет такого что о какой красивый мужчина я буду с ним работать я понимаю что не с ним играть и хочу я или нет не нужно его сейчас полюбить мне нужно его сейчас принять мне нужно с ним дружить желательно давай 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 что но больше тебе соли тебя а что не будет Ну, боль на языке, а жжей. А что такое? Нет, я так сделаю ради тебя, а ты что-нибудь? Я поход делаю. Да иди ты. Давай сделаю. Серьезно? Нет. Открывай рот. Представьте, это освежитель. Мне просто интересно, что будет. Давай мне тоже интересно. Очень горько, очень горько. Друзья, привет. Мы посчитали необходимым провести в Москве концерт. Лирический концерт. На 120-150 человек также будет прямая трансляция, чтобы те, кто не смог прийти на концерт, посмотрели, насладились. Это будет особенный, лирический, можно сказать, минорный концерт. Ну, можно сказать, ладно. Бывают такие ситуации, когда не дружишь с актерами, но с ним я поняла, что все будет хорошо. И было какое-то спокойствие, что мы с ним можем репетировать и в то же время потом сниматься. Поэтому впечатление у меня было хорошее. Ну, да, он красивый парень, молодой. Что, Сашка, отдыхаешь, да? Мучаешь котов там, я смотрю, молодец какая. Давай возвращайся, у нас тут тепло, солнышко. Я тебя очень жду. А тебе не дам. Как ты не дам? Дай вафельку. Дай себе вафельку. Друзья, привет. Дядям вафелька. Давай начнем. 22 апреля в Москве. В доме русского зарубежья. Да, в концертном зале дома русского зарубежья у нас будет концерт. Как раз лирический концерт. Ты рад? Я счастлив. Во-первых, что ты приехал. Вот, о билетах мы сообщим вам попозже. Будет вся информация. Ну, собственно, все пока что ждем. А мы репетируем. Да. Просто репетируем. Вафельку хочешь? Нет. А, я бы тебе и не дам. Конечно. Слушай, Кашки, мне не дам, а я... Я тебе как раз и... Нет. Нет, вы представляете, смотрю фильм ужасов и... Отключила его, и он сам начал работать. Этот фильм. В общем, это... Это какое-то... Это какое-то чудо. Да. Да. Будем одеваться. Мистика. Первое сообщение не отправилось. В общем, хотела сказать, что из Питера привезли наконец-то подарки, которые мы получили 23 февраля. И тут вот такой прекрасный... Такая прекрасная кофточка для моей рысечки. Вот. И я пока показывала эту кофточку, экран начала работать, а я поставила на паузу фильм «Заклятие». Ужастик, если кто не смотрел или смотрел. И это очень страшно и странно, и сообщение отправилось. В общем, мистика. Очень страшно стало. Андрей, спасай. Да, Сашка, скоро спасу. Жди. Ну, нет, не скоро, у меня еще пробы. Ты уверена, что кофточка для рыси? По-моему, это прямо мой размерчик просто. Поэтому, я думаю, это для меня. Отдай ее мне. Я готова тебе отдать все. Кроме кофточки, которую подарили рысе. Извини. А мы тебе желаем самых-самых удачных проб. Рубятки вот такие хорошие. Я вот сейчас Андрюше это говорила. А он ест. Вафель. Достал вафельку все-таки. Вот, мы вам передаем всем привет. Ну, просто потом, да. Ничего-то она это. Можно с ним. А я ем сметану. Такую вкусную. Это настоящая деревенская сметана. Ее специально сделали. Она такая вкусная. Она вообще не магазинная. Магазинная какая-то чуть-чуть с кислинкой там с чем-то. А это просто сладковатая вкусная сметана. Прям с хлебом. С нормальным, с белым хлебом. Как-то он там называется, белый хлеб. Который вот так вот прям продается этим кирпичами. Вообще. Вот это да. Вкус у еды, когда есть. Когда есть вкус у еды. Оказывается, это классно. Здравствуйте. Можно помочь мне? Вот шубка, да. Не белая. Нет, нет, нет. Шубка, шубка. Ну, что вы, не знаю. Вот это? Ну, там же по номеру видно. Ну, что вы как? Да я слепой. Ну, это я знаю. Дайте. Я не понимаю, почему вы себя так ведете. Потому что вы человек-паук. Я не знаю, что ты знаю одне. Моя любовь в тебе до сраки. Моя любовь в тебе до сраки. Моя любовь в тебе до сраки. До сраки. До сраки. До сраки. До сраки. Все. Опять прямо звучит очень. У нас опять сейчас первую долю, Саш. Друзья, привет. Сейчас спрашивают, куда я пропал на эти три дня. Я никуда не пропадал. Меня держит впрямую Каштановая только что. Я никуда закрою глазами кто-то. Ты выходишь замуж, Саша. Саша. Представляешь. Этот день настал. Ой, в который раз. Волнуешься? Ну, надо текст не забыть. Жених тебя еще не видел? Нет. Заблюдаем традиции, заблюдаем. Но я его видела. И как он? Хорош? Хорошо, да. Да? Хорошо. Редактор субтитров. Продолжение следует... . ardo pagания. Продолжение следует... 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 Дубль 2, дорогие мои, Андрюша, все со мной хорошо, небольшая такая, со мной приключилась история, я порезала палец большой на ноге, со стороны стопы. Как это случилось? Это самый распространенный вопрос, ну просто обкафель, босиком обкафель, все, и вот так, и разрез, нормально, до свадьбы заживет, как многие говорят, правда, до какой, до чьей, не знаю. А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует. Так, промокайся, лапку дам, лап не надо. Смешно. Крыси. Да ладно уже. Крыси, так, чтобы она со стола не ушла за штуку ее. Какой ты красивый, видимо, ты наколдовал, и я ни с кем не гуляю, потому что, вот, теперь я порезала палец. Такие вот дела. Так что можешь не переживать, я сижу в тепле дома и одна. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Друзья, привет! Прошу, наш первый концерт в Москве. В Москве, в Москве! Скоро, скоро! Темная комната, ужас. Мы собираемся поехать в Питер, дать концерт Питере. Я только что об этом узнала. Сколько человек в Питере? Кто придет? Кто придет, напишите вот здесь. Для статистики нужно знать. Пусть счастье свою, опускаю мою. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я выложил, но его из-за авторских прав на одну песню заблокировали в ряде стран, в число которых, к сожалению, попала Украина. Но не отчаивайтесь, я выложу еще... Что-то покраснело туда. Да. Все хорошо. Ну что, мы совсем скоро, с минут на минуту начинаем. Так у меня сердце стучало. У меня тоже. Сейчас начнем. Слух нет. Все, одни песни. Как он это любит. А такая есть? Украина. Как он это любит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 нет это я так с вами просто делюсь не надо переживать все хорошо это нормальные дела это нормальная обстановка стоит гаишник интересно остановит меня остановит обычно останавливают мир полон вибраций они говорят с нами предсказывая смену сезона предупреждая о событиях который он останет свидетелями чуть позже и изумимся а стоило прислушаться так не удивлялись это несложно закройте глаза слушайте как бед за сердце вашего любимого человека как прекрасно его мысли о вас и мысли эти лечат вас от любого как и ваша любовь речет его взаимно настоящее и братья любви жизни радости нежности света добра самые сильные они пробуждают нас трепет созвучность природы самостроенность мира дарную защиту от любого зла всем привет короче хотел открыть комментарии и что-то еще сделать но даже даже у него это не получилось резко возрастание амплитуды посредством совпадения частот колеблющегося тела и частоты вынуждающейся то здесь прослеживается явная взаимосвязь между тем как мост привет привет всем как открыть комментарии скажите пожалуйста я что-то не могу короче даже как-то очень странно потому что я это делал всем привет всем доброй ночи я дозаписала свою часть сказки которую мы скоро надеюсь смонтируем с андреем и выпустим ее надеюсь она вас будет радовать и в такое позднее время вы будете спать немножко покажу работы в лоджике огромная-огромная-огромная-огромная дорожка просто на сколько на 1600 чем-то кошмар кошмар друзья всем привет всем привет закат какая красота какой закат анечка привет всем привет всем хорошего дня и вечера и ночи всем хорошего дня и отличное настроение привет какая-то молодец а я тут попыталась выпрямить волосы у меня ничего не получилось зато всем привет от рыси рыся 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 это моя кружка это мой чай рыся всем привет я сегодня постаралась уложить волосы неуемную свою длину гелем просто и что-то хорошее вроде бы получилось пока меня не погладил по голове всеми любимый котяра нестеренко и еще я пока стричься не буду потому что агент сказала походить с такой длиной вот мне так хочется все состричь я вообще сделал такого ежика и белым цветом но нет профессия не позволяет нет у меня свобода как таковой всем привет а не привет полетела я на пару дней к родителям поэтому буду оттуда что-то присылать показывать эти забытые местности забытые дали ребят прикиньте прилетела в уху а здесь работает короче все переезжали ну что доброе утро я преобразилась знаете что я сейчас буду делать я сейчас буду топить баню вот таки прекрасными ногтями такая вот жизнь разная и интересная везде такая малышка двухэтажная пойду прощать всем привет а не привет я к сожалению не из тех городов которые написала и 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 мысли были не там, я забыла кошелёк, а сейчас ЭПП не работает, ничего не работает, и, собственно, кто ко мне пришёл, кто ко мне пришёл, простите за отступление, чистая, чистая, пушистая, вот, простите за отступление, сейчас продолжу. Значит, выложила все продукты на ленту, и понимаем, что нет кошелька, складывают судорожно обратно, пока не начала кассир пробивать продукты, и впереди меня стояли парни, два каких-то, ну, таких привлекательных молодых парня лет, наверное, 19-20, где-то так. Ну, и, собственно, обратно складываю и говорю продавцу, что я сейчас принесу кошелёк и всё оплачу, просто, ну, как бы, чтобы они не убирали продукты. В итоге иду, и парень меня останавливает и говорит, а можно с вами сфотографироваться? И я такая, я думаю, парень, 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 аллилуйя! Ну, и, собственно, он меня узнал и говорит, давайте я, ну, давай я тебе помогу оплатить покупку, у меня есть карта, ну... У меня нет слов, у меня нет слов, его зовут Артём, он такой прекрасный, он был с другом, они оба такие прекрасные, такие молодые, такие хорошие, девочки! Есть! Парни хорошие есть, есть будущие мужчины, верьте, всё будет прям интеллигентные, помогли мне, всё оплатили, там, мы потом, ну, как бы, рассчитались с ними, но они прям... всё, всё готовы, всё готовы сделать нашим девушкам. Вы не представляете, как было приятно и как отреагировал на это кассир. Женщина очень приятная женщина, очень миловидная, и она очень обрадовалась, что парень так решил помочь. Вот, так что я очень рада, теперь я очень рада, несмотря на всё, что я хромаю, на то, что я там, что со мной происходит, что у нас там какие-то... всё это, то, что было за день, новости все разные, самые... не самые... не самые удачные, так скажу, да? Но вот этот парень сделал мой день. Вот так вот, девочки есть, мужчины есть, особенно это новое поколение, я их обожаю. Всем привет! Сейчас я кое-кого покажу. В общем, находимся в автосервисе, и сейчас я Аню отправлю на Ленинградский вокзал. Такие было. Всем привет! Хочу сказать при всех. Аня, я тебя очень сильно люблю, спасибо тебе огромное за вчера. Аня вчера мне помогла очень хорошо выучить текст на сегодняшней пробы. А они были у меня очень напряжённые, очень сложные, очень... вообще... Это такого никогда в жизни не было, потому что столько ответственности, столько... Столько ответственности, в общем, от меня ожидали просто хорошей работы. Но и предупредили об этом. Поэтому я, естественно, как ответственный человек, очень... Мне было тяжело справиться со своим волнением. И если бы не Аня, я бы... Я бы сегодня не сделала то, что сегодня сделала. Спасибо тебе огромное. Я тебя очень сильно люблю. И я очень сильно люблю вас за то, что вы есть. Вот и стой там. Давай, давай. Пускать, не пускать, пускать, не пускать, пускать, не пускать. Не-не-не-не-не-не, всё-всё-всё-всё. Давай, иди сюда, котик. Всем привет, кто подписан на Нестор Кэш. Хочу здесь уточнить. Это наш официальный с Аней канал. Это не фейк. Всё, что остальное, это фейк. Пока есть... Ну, лично у меня только два канала. Это Нестор Кэш, где вся работает наша команда. И вот этот канал. И всё. И всё. Очень темно на улице. Дожди. Да что-то вообще дожди. Во всём. Ну, ничего, держимся. Всё будет хорошо. А ну-ка, дорогие мои, я сейчас вам расскажу про одну книгу, которую я начала читать и прочитала достаточно уже хорошо. Смотрите. Я думаю, вы её видели, знаете. Кто-то уже, наверное, читал. Книга о том, как правильно писать тексты. И не художественную литературу, как писать, а именно тексты. Разные договоры, разные бумаги, письма, послания. Да хоть что. Называется «Пиши, сокращай, сильный текст». Очень хорошая, доступная книга. Очень. Я её дочитаю, вам расскажу, наверное, про неё. Ну, в принципе, я всё рассказала сейчас. Поэтому советую хотя бы начать. Вам будет уже понятно, интересно вам это или нет. Всем-всем доброе воскресное утро. Всё отсвечивает, пересвечивает. Всё сделаю так. В общем, хочу поделиться с некоторыми новостями, так как это более-менее такая личная страничка. Я сегодня до двух часов ночи составляла второе отделение нашего концерта. А почему? Потому что этот формат будет немножко другим, да, не как в те разы. И здесь мы как бы выбираем почти все весёлые песни. Ну, даже все, можно сказать, весёлые песни. Есть средне-темповые и так далее. Но нужно сделать так, чтобы по психологии программы нужно сделать так, чтобы всё было интересно. Не только от того, как исполнят, да, но ещё и по, ну, ритмически, по темпу. Это так тяжело. Это так тяжело. Поэтому если будут какие-то интересные песни, пишите, присылайте, я все посмотрю. И, может быть, что-то вставлю даже в программу. Если у кого-то есть что-то любимое, классное. Поэтому не ограничивайте себя ни в чём. Это может быть рок, это может быть шансон, который мы переделаем. Это может быть что угодно. Ой, надеюсь, всё получится. Вот такие вот дела. Потому что это называется режиссура программы. Чтобы ещё при этом было интересно, как подборка песен. Да, и у нас, конечно же, случилось тоже ЧП. Некоторых ребят не будет на концерте. Ищем им замену. Андрей будет. Андрей и я. Все будем просто из ребят. К сожалению, приближаются праздники. И все у нас ребята работают в каких-либо оркестрах. Все у нас очень профессиональные люди, музыканты. И к 9 мая всех у нас закрывают и отбирают. Представляете? И мы сейчас вот... Куда ты перестраиваешься? Ну ладно. Где мама? Она сейчас придёт. А у неё дец умер. Чё он ведь с ним моет? Как тебе в другую зону? Как разбил проклятие? Расскажи одну сказку. Про сокровища, что дороже всех клад. Эту сказку я послушаю. Кира Найн. О, мой мой. Проверяем. Призрак ты или живой? Живой. Он умер. Он спешил. А, впрочем, я... Здравствуйте, дорогие друзья. Я продюсер команды Нестер Кэш. Зовут меня Алексей Юрьевич. Наверняка многие уже слышали обо мне. Ну, и кто-то знает об этом. Хочу с вами вот о чём поговорить. Хочу объяснить некоторым людям, которые просто не понимают, каким образом устроена система проведения мероприятий нашей команды. Вы все помните концерт, который состоялся 21 января, с которого мы ввели прямую трансляцию. Так вот, с продажи билетов этот концерт не окупился. Мы всё доплатили из собственного кармана. На организацию и проведение концерта в Питере деньги, которые мы собрали за билеты, плюс ещё к этому мы добавили деньги, которые принёс магазин Нестер Кэш. Вы о нём тоже знаете. Так вот, постоянно радовать вас таким образом, ну, мы просто не в состоянии. Понимаете, у нас нет спонсоров, у нас нет там тёти, дяди, которые пришли бы и сказали, возьмите, ребят, деньги и вот делайте, что хотите, творите. Мы всё это делаем сами и за свой собственный счёт. Вы прекрасно знаете, что у нас великолепнейшие музыканты. Но они достаточно дорогие. Аренда репетиционных залов, аренда звукового светового оборудования, аренда студии звукозаписи, аренда залов для проведения концертов. Это всё идёт из нашего собственного кармана. И мы несём эти затраты постоянно. Всё это стоит больших денег. У меня есть такой вопрос. К вам можете ответить в комментариях. Если вам это ничего не надо, ну, давайте мы не будем этого делать. Теперь я хочу сказать ещё по поводу того, что я читаю постоянно в комментариях. Там кто-то пишет, что я пойду на концерт, буду вести прямую трансляцию, там, в Инстаграме, ещё где-то там всё. Хочу сказать следующее. Начиная с этого концерта, мы запрещаем съёмку в зале. Объясню почему. Первое. Всё, что вы там снимаете в зале, это попадает в сеть. Это очень некачественный контент. Один концерт в Питере, который выложен на YouTube, там, и ещё где-то там, но это невозможно смотреть, там ничего не слышно. Что там можно увидеть, услышать? А об этом складывается мнение. Об Андрея, о Саше. Ну, зачем это нужно? Совершенно не нужно ничего. И второе. Вот это всё является нарушением авторского права. Но вы же не можете, купив билет на премьеру какой-нибудь художественной фирмы, там, вот Бастера, прийти, включить телефон и транслировать там на всех своих друзей и всё такое прочее, вот данный фильм. Ну, вам же это не разрешат. И уж тем более, вы не можете потом это выложить в сеть, потому что вы нарушаете закон. Почему вы считаете, что на нашем концерте вы можете вот так вот запросто всё вот это делать? Поэтому, начиная с этого концерта, мы максимум, что дадим снять, это первый номер концерта. После этого мы остановим концерт, и пока вы не уберёте все телефоны, мы концерт не продолжим. Прошу относитесь к этому с пониманием, а не с какой-то злостью или с какой-то ситуацией, что мы вот такие вот, вот мы хотим там что-то там как-то против вас. Мы всё это делаем для вас. Если бы не мы, мы бы это не делали. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова